МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда новые знания, результаты научных исследований и разработок применяются для улучшения качества выпускаемой продукции, придания ей новых свойств, совершенствования технологий, оптимизации производства и сбыта это называют инновационной деятельностью. И чем больше ее в стране, тем конкурентоспособнее экономика. Мы будем добиваться внедрения инновационных подходов во все сферы жизни. Строить самые передовые производства, модернизировать промышленность и сельское хозяйство, создавать мощные стимулы для частных инвестиций и в целом стремиться к тому, чтобы Россия прочно утвердилась среди лидеров технологического и интеллектуального развития. До недавнего времени основная часть инноваций концентрировалась в добывающей, оборонной и атомной областях и космической отрасли. Однако в 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис. В России задумались о том, как обеспечить массовое и серийное создание инноваций. В процессе необходимо было включить малый и средний бизнес, у которого вкладывать деньги и тратить время на новые разработки не было никакого желания. Их основная цель – быстрый заработок. Пришлось искать действенные механизмы. Так, по всей стране, включая Чувашу, стали появляться объекты инновационной инфраструктуры для бизнеса. Инновационная инфраструктура включает в себя различные организации. Финансовые – это различные венчурные и страховые фонды. Производственно-технологические – это технопарки, бизнес-инкубаторы. Информационные – кадровые. К примеру, Центры развития молодежного инновационного творчества, учреждения по подготовке кадров. Экспертно-консалдинговые – то есть по работе в области сертификации, стандартизации и так далее. В Чуваши на данный момент действуют все пять видов объектов инновационной инфраструктуры. Четыре года назад в Чебоксарах начал работу Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения. Прототипирование – один из самых важных этапов разработки. У предпринимателя появляются идеи того или иного товара или деталей механизма. Однако прежде чем начать серийный выпуск, необходимо выпустить пробную черновую партию. Это позволяет выявить недоработки, недочеты и устранить их, что в конечном итоге экономит предпринимателям деньги, время и нервы. Крупные заводы, у которых есть необходимое оборудование за пробные партии, не берутся. Слишком мелкий заказ. И тогда на выручку приходят специалисты Центра прототипирования. Наш Центр организован по инициативе нашего Чебоксарского правительства именно с целью поддержки производителей в области малого и среднего бизнеса. Но сегодня мы принимаем заявки в разнообразном виде, начиная от, скажем так, эскиза на полях листа, заканчивая какой-то конкретным изделием, деталью, которую мы можем спрототипировать, скопировать, внести какие-то свои изменения по требованию того же самого заказчика, создать какие-то уникальные условия для продвижения этого изделия уже с новыми характеристиками, с новыми функциональными возможностями на этот достаточно сложный рынок. Иными словами, от вас идея, от специалистов Центра проект, разработка, технологии, изготовление. Кстати, сейчас работа Центра не ограничена только машиностроением. В данном случае перед вами представлены изделия. Это элемент специального оборудования, специальной пилы для ортопедии. Для нашего ортопедического центра занимается фирма, которая изготавливает оборудование для ортопедии. Мы занимались еще и стекольными технологиями, созданиями каких-либо прототипов изделий из стекла. В частности, здесь перед вами представлена бутылка, как раз сориентированная на наш чувашский рынок. Эта бутылка, в частности, была представлена для нашего чувашского пива с национальным орнаментом пива чуваши, чуваш сарей. Тут все это обозначено. Данная бутылка, она достаточно характерна всем, можешь подчеркнуть, что это сориентированная на какой-то уникальный напиток, в частности, для бальзама чувашского. Вот как раз то разнотравие, которое там применяется, соответственно, стилизованная, ну, там, чувашская дама. Это не просто какое-то изделие, это технологическое изделие, в котором должны быть применены не только художественные, допустим, задумки, но еще и технологические. То есть, в частности, вот, допустим, тот же самый элемент фарта, когда подозревает наличие места для наклейки. Нами на сегодня вместе с чувашским госуниверситетом и лабораториями чувашского госуниверситета разрабатываются технологии в области биосовместимости. В данном случае здесь представлена силиконовая женская грудь с нанесением вот этой бессовместимой пленкой. Вот это без покрытия, это с покрытием. Такие же покрытия мы можем использовать уже для создания уникальных изделий, которые применяются для изготовления приборов для Роскосмоса. Представители компании, которая специализируется на трубопроводной арматуре, тоже в свое время обратились в Центр прототипирования. Продукция компании востребована в нефтегазовой отрасли, а значит, должна соответствовать самым высоким требованиям. Основной задачей трубопроводной арматуры является перекрытие потока любых сред, которые идут по трубе. Основным уплотняющим элементом служит уплотнение в седле. Диск закрывает седло и таким образом перекрывает поток. Уплотнение требуется, чтобы не было протечек. Чаще всего его изготавливают из мягких материалов, однако вещества с твердыми включениями такие уплотнения быстро приводят в негодность. Выход сделать уплотнение из металла, но не все так просто. Когда металл прилегает к металлу, нужная герметичность не достигается. Приходится сильно шлифовать, делать термическое упрочнение, что в свою очередь ведет к коррозии. Решить проблему можно нанесением очень тонкого специального защитного покрытия. Подобные технологии есть в Германии, правда, стоят очень дорого. Когда представители компании обратились в центр прототипирования, выяснилось, специалисты центра могут решить эту задачу куда меньшими средствами. Когда мы обнаружили, что центр прототипирования предлагает нам упрочнение поверхностей в облаке, получается, в облаке ионизированной плазмы очень тонким микронным слоем, который позволяет, тем не менее, сделать очень прочную поверхность, неподдающейся коррозии и воздействию твердых частиц. Мы, на самом деле, очень обрадовались, потому что это рядом, потому что это, в принципе, по российским... Это за российские деньги, по российским оценкам, и всегда можно обратиться за консультацией к людям, которые там в шаговой доступности находятся. Все предприниматели, которые уже точно знают, что хотят производить и каким образом, могут обратиться в следующие объекты инновационной инфраструктуры. Специалисты центра инжиниринга помогут модернизировать производство для выпуска инновационной продукции или даже организовать с нуля. Но название центра сертификации стандартизации испытаний говорит само за себя. Центр позволит снизить расходы на проведение испытаний и сертификации своей продукции предприятиям республики. За год в перечисленные организации обращается порядка ста компаний. Все эти объекты инновационной инфраструктуры не только у нас в республике, и во всех регионах они создаются только с одной целью, чтобы помочь предпринимателям создать собственный бизнес, причем бизнес, связанный с производством продукции, в первую очередь. Государство поставляет им свое плечо, чтобы они далее смогли более эффективно и более быстрее развиваться и из малых предприятий вырастать в более крупные и приносить пользу экономике. В первую очередь мы мониторим те организации, которые воспользовались их услугами, то есть смогли ли они дальше получить какое-то развитие благодаря услугам, предоставленных центрами. И в большинстве случаев эффект положительный. Будущих специалистов-инноваторов готовят в Центре молодежного и инновационного творчества при машиностроительном факультете Чувашского госуниверситета. Он начал работать весной 2014 года. Здесь есть лаборатория 3D-моделирования, секция робототехники. Занимаются студенты и старшеклассники. А такой объект инновационной инфраструктуры, как технопарк, в Чуваше еще продолжает формироваться. Сейчас в первой очереди 9 резидентов отстраивают здания для будущих производств. Впереди формирование второй очереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова